Его надо заполнить. Об этом мы уже говорили, а теперь самый сок. Какие рабочие места исчезнут, а на каких еще можно будет поработать человеку. После видоса «Почему мы скоро потеряем работу», где мы говорили, что современная автоматизация несется таким галопом, что вся экономика будет вокруг айтишников. Нам писали разные комментарии. Многие можно выделить в отдельный тип отрицания. Мол, каждый год находятся сумасшедшие, которые предрекают кризис рабочих мест. Вот раньше тоже были открытия. Ничего же, живем и кайфуем. И если у кого-то похожее отношение к будущему, что все будет клево и без напряга, то поздравляю, вы на первой стадии. Осторожно, зыбучие пески. О-о. Стадия первая. Отрицание. Да подумаешь, это же небось и не зыбучие пески. Сегодня вечером боржем с друзьями. И я понимаю, почему люди могут так думать. Ведь если я не вижу, значит этого нет. А этим видео мы хотим подтолкнуть к пятой стадии, к принятию. Чтобы как можно больше людей поняло, куда катится человеческий прогресс. Но в отличие от неизбежной смерти, после принятия у вас будет возможность что-то сделать. Так вот, если я не вижу роботов, значит их нет. Во-первых, напоминаю, что если в твоем мухосранске что-то не происходит, то это не значит, что не происходит где-то рядом. Короче, в головах большинства заметная роботизация это когда вокруг бегают одни терминаторы, на улицах стоят R2-D2, а на дорогах беспилотные автомобили. На самом деле да, но не только это. Есть еще невидимая для пользователя сторона вопроса, которая пипец как влияет на компании и следовательно на рабочие места. Я говорю о всяких технологиях распознавания речи и чат-ботах. Да, большинству известны новые технологии как повод поорать с видосов Boston's Dynings. Наконец-то я могу отсюда сварить. Ёб твою мать, пидоры. Но пока мы орем над этим, где-то рядом, в Збербанке каждый год 7,5 тысяч сотрудников колл-центра сокращают. Все из-за этой технологии распознавания голоса. Логичный вопрос, как, блин, это все связано? Мы же не с роботом общаемся по телефону, а с оператором. Рассказываю засекреченную Збербанком информацию. Вы заметили, что перед разговором с оператором нас предупреждают? В целях улучшения качества обслуживания разговор будет записан. Так вот, улучшение качества обслуживания – это не просто предлог, чтобы выполнить закон Яровой, а на самом деле, чтобы обслуживание было быстрым. Вся магия в этом окне. У оператора установлен такой помощник, который распознает вашу речь. Вот пока вы говорите, умная машина сначала понимает, о чем вы говорите, а потом предлагает варианты ответов оператору. То есть оператору остаётся лишь выбрать из нескольких вариантов адекватный, посмотреть на третье окошко и ответить на ваш вопрос. Каков эффект для корпорации от такого невидимого робота? Охренеть какой! Загибайте пальцы. Оператор становится универсальным, а не узким специалистом по своей теме, ведь по сути он просто выбирает ответы из базы знаний. А значит, не нужно тратить время на обучение разных отрядов операторов, а значит, учителей этих операторов можно подсократить. Оператор находит ответ быстрее, а значит, выполняет свою задачу помощника быстрее, значит, повышается его производительность, и значит, некоторых операторов можно подсократить. Ну, представьте, если распознавание голоса экономит хотя бы 2 минуты из 10 минут разговора, то, перенося эти цифры на весь колл-центр, легко напрашивается вывод, что и 20% операторов не нужны. И как бы не утешал господин Греф читателей местных газет фразами, что высвобождаемые сотрудники смогут трудоустроиться в компаниях, которые Сбербанк будет создавать по мере трансформации бизнеса. В реальности всё обстоит иначе. Вот мы залазим в последний годовой отчёт и видим, что за 4 года 30 тысяч человек попросили освободить своё рабочее место. И чуть дальше читаем. За счёт роботизации процессов и сокращения ручного труда в 2018 году эффективность бэк-офиса была повышена на 25%. Рутинные операции в 53 процессах банка выполняются роботами вместо сотрудников. Читающие роботы извлекают данные из электронных документов и верифицируют подписи на основе искусственного интеллекта. Так что роботы уже тут. Пусть они и не выглядят, как в фантастических фильмах, и не буравят нас своими лазерными лучами. Да и к тому же большинство невидимых роботов находятся прямо у вас в телефоне. Ведь раньше, чтобы отправить кому-то деньги, нужно было идти в банк, стоять в очередь, оформлять перевод через кассира. А сейчас 5 секунд и готово. Нам-то потребителям удобно, а где-то из-за такого любителя интернетов уволили кассира. Эх, жестокое технологическое будущее. Но мы решили не останавливаться на этом. Пошли дальше и создали чат ботов. Ну да, это те засранцы, которые чаще всего трепят нам нервы. И хочется послать их на три буквы, лишь бы поговорить с человеком. Но не будем подвергаться ошибке выжившего. Ведь представители Билайна с гордостью заявляют, что половину запросов автоматизировали. Но эти представители могут нам в уши ссать, поэтому займёмся тем, что мы любим. Полезем в ежегодные отчёты компании. И тут обнаружилась крайне занимательная статистика, не претендуя на адекватную интерпретацию данных, но, короче, смотрите сами. В 2012-м столько людей было занято в трёх сферах. Строительство, продажа и клиентская поддержка. И если протянуть до 2018-го, то происходит настоящая магия. Как по мне, это образ нашего будущего. Количество людей в строительстве и поддержке клиентов постоянно вниз, а продажники вверх. Ещё немного поиграем в аналитика и заключим такой вывод. Увеличивающийся отдел продаж может говорить о расширении бизнеса. С одной стороны кайф, хоть какие-то работы останутся для людей. Но с другой стороны, несмотря на расширение бизнеса, сфера строительства и поддержки клиентов продолжает обходиться без людей. Продолжает автоматизироваться. Это я ещё раз к тому, что роботы ещё не распространены. На примере только двух компаний вы видите, как всего за 5-6 лет крупные компании запустили оптимизацию работников колл-центра. А что будет ещё через 5-10 лет? Я не говорю уже о простых приложениях, которые по сути своей являются мощными автоматизаторами и уже уничтожили, если не профессии целиком, то где-то рабочие места. На очереди исчезновения все работы, которые связаны с обращением к базам данных. К проведению простых операций, перевести деньги, оформить заявку, узнать условия. ЭТОГО НЕ БУДЕТ ЭТОГО НЕ БУДЕТ ЭТО НЕ ОЛУДИЗМ КАКОЙ-ТО Так, стопэ. Во-первых, я не говорю, что нам надо заморозить прогресс. Пока не говорю. А по поводу того, что не будет, кто-то помнит, что ещё в нулевых, не так уж и давно, на работу требовался высококлассный и современный оператор персонального компьютера. И где он теперь? А мы ведь только о невидимых роботах. Что там о терминаторах? Тут недавно вышло свежайшее исследование Оксфордского университета о влиянии материальных, вот типа таких роботов, на экономику. По загадочным причинам, Оксфорд писал работу на английском языке. Многие материалы для выпуска я беру из забугорных сайтов. На обучение языку мне потребовалось 15 лет. К сожалению, у вас этого времени нет. Но у вас есть возможность, которой не было у меня. Онлайн-школа английского языка Skyeng. Здесь, как в тренажёрном зале, результат зависит от учителя. Поэтому в Skyeng подбирают учителя прям вот лично для тебя. Не срослось с первого раза? Тыкаем кнопочку «Сменить учителя». Твой прогресс отображается в личном кабинете, и его всегда видит учитель. Исходя из этого, формируется эффективный план занятий. А если приглянулось новое слово, оно сохраняется сразу же в приложении на смартфоне. Там же можно делать домашку, поэтому ты сам выбираешь удобное время. Если начнёшь прокрастинировать, приложение тебя мягонько подопнёт. Подопнёт посмотреть сериалы с умными субтитрами. Эх, если бы меня в школе заставляли смотреть серики и делать домашку в телефоне. Skyeng и заставлять научился красиво. Попадите на бесплатный онлайн-марафон. 15 дней вы будете получать советы, как, уделяя 20 минут в день, прокачать свой уровень английского языка. Там же можно выиграть полноценный курс. Ссылка на марафон в описании. Ну, а если вы сразу хотите записаться на вводный урок и начать обучение, то вот вам промокод GAP на два дополнительных занятия. А в этом видео переводчиком выступлю я, поэтому го смотреть, чё там у Оксфорда. Значит так, гайсы. Из 60 страниц исследования сейчас будет выжимка самого важного, самый сок. Какие профессии будут устойчивы к роботизации? А какие волна терминаторов разорвёт к чертям собачьим, а скайнет превратит людей в рабов? Кхм, извините. Вам сейчас от 18 до 35 лет. И, скорее всего, вы работаете в сфере транспорта. Или в строительстве, или занимаетесь офисной работой, возможно, даже продаёте что-то. Короче, если вы не дармоед, то где-то здесь вы точно работаете. И хотя роботы придут не сразу и не везде, уже сейчас можно выделить сферы, в которых в ближайшие лет так 15 работать станет, ну, как минимум, бесперспективно. Так что, мужики, потом не пишите в комментах в 2035-м, что я не предупреждал. Жёстче всего почувствуют удар транспортные работники. Об этом прекрасно рассказывает, конечно же, наш прошлый видос о беспилотном авто. Но там мы не особо подчеркнули роль всей этой беспилотной канители в коммерческих перевозках. А мне кажется, что именно беспилотные грузовики появятся куда быстрее беспилотных такси. Собственно, уже появляются. В ближайшие 10 лет начнётся исчезновение 4-х миллионов рабочих мест по всему миру. Под ударом водители грузовиков, Мать моя женщина, а в кабине-то у них кто? Таксисты и курьеры. Пиццы доставлены. Но скорость такого перехода зависит как от сектора экономики, так и местности. Я, конечно, не эксперт, но Тамбовская область несколько отстанет от штата Флорида. В сфере строительства тоже есть место терминаторам. Роботы могут укладывать кирпич или целые блоки в 4 раза быстрее человека. А в Европе говорят КУРДАЯД! 30% коров доят роботизированные установки. Я думаю, что после рассказов о чат-ботах в начале никого не удивит, что сектор офисной и административной работы тоже в первой тройке уязвимых. Кстати, что занимательно. Мы получили ровно те же данные, просто посмотрев на изменения числа сотрудников Билайна. У Билайна ситуация такая же, как и в исследовании Оксфорда. Число строителей и офисников постоянно вниз. А что еще прикольнее, совпадение и по поводу актуальных рабочих мест. По мнению Оксфорда, все профессии, которые требуют эмпатии, креативности и так называемых soft skills, продержатся несколько дольше тех, где нужно только двигать, ехать, переводить. То есть навыки переговоров и убеждения будут требоваться все больше. Ведь это единственное, чем мы сможем отличаться от роботов. Поэтому секторы сервиса защищены от автоматизации рутинных операций. Ну, просто потому, что у сервиса нет рутинных действий. В отличие от работяги с завода, работника склада, водителя, курьера и оператора колл-центра. Притом не путать кассира и продажника. Кассир в крупных гипермаркетах как раз тоже под угрозой. А вот продажи и маркетинг еще поживут. В видео, почему мы скоро потеряем работу, мы в основном рассматривали заводских работяг и поднимали вопрос, а куда пойдут сокращенные работники? Если судить по исследованию США, то 35 тысяч бывших заводчан уходили в три сектора. Я думаю, сейчас ни для кого не будет сюрпризом. Транспорт, административный сектор и строительство. Как раз те секторы, которым больше всего угрожает роботизация. То есть вот эта реальность, а не розовый мир, где сокращенным работником найдется место в трансформируемом мире будущего. Поэтому одумайся, если планируешь работать на этой работе и через 20 лет. Уже сейчас побеждать будет тот, кто сможет учиться на протяжении всего жизненного пути. Кто не остановится в 20, 25, 30 лет на своем развитии. Кто сохранит жажду исследования и тягу к новым, постоянно меняющимся знаниям. Ведь будут появляться новые рабочие места, которые пока сложно представить. Например, оператор беспилотных дронов или юрист в области искусственного интеллекта. Почему бы нет? Но эти работы возникнут без предупреждения. И вы должны быть к ним готовы. Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет писать и читать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться. Мы должны приготовиться уже сейчас, потому что будущее будет нелегким. Грядет новая волна, рабочие места исчезнут. Те, кто сможет оседлать волну, будут богаты и успешны. Остальным будет очень тяжело. Смотря на эти секторы экономики, просматривается занимательная игра. Айтишники постараются сделать все квадратики красными, а гуманитарии будут доказывать значимость людей в экономике будущего. Смогут ли айтишники закрасить все полностью? Ну, думаю, не в ближайшую сотню лет. А потом пусть с этой проблемой разбираются дети моих внуков. И чтобы быть в тренде, нужно таки находить в себе силы отрывать внимание от ютуба, даже от всяких научпопов. И узнавать новое самостоятельно. Копаться, разбираться, пробовать и приобретать навык. В описании будут ссылки на вот эти видосы, которые пипец как важны для построения целостного образа будущего. Эти видео помогли понять мир нам. Надеюсь, вы тоже оцените. О таких полезных темах мы общаемся в нашем дискорд-чатике. По иронии судьбы, большинство там айтишники. Вопрос, что там делаю я, но иногда есть темы, которые даже понимают. Поэтому огромное спасибо консулам и магистрам на патреоне. Отдельная благодарность иллюминату нашего ордена Давиду Большому. А армия гэпников и героев составляет основную силу нашего канала. Поэтому, если хотите поддерживать такие вот видосики и даже получать награду, ждём вас по ссылке на патреон ниже. Досмотревшим видос до конца, а этих верных фанатов квадратноголового не так уж и много. Если вдруг у кого-то есть мнение, что скрыться от глобальной автоматизации получится в Тамбове, то спешу огорчить. Но огорчать я буду уже в следующем ролике. Так что лайкосы, дизлайкосы, комменты, шейры, вот это вот всё. И увидимся на следующей встрече. Субтитры сделал DimaTorzok